Сочи всегда был многонациональным городом. Сегодня курорт может похвастаться колоритными культурными традициями более чем 100 народов. Долгие годы, вне зависимости от языка, религии и других отличий, сочинцы живут в мире и согласии. Четвертый год подряд представители этнических диаспор встречаются не только в повседневной жизни, но и на футбольном поле. Важность турниров такого рода отметил и глава Сочи. У нас каждый день праздник, каждый день праздник спорта. Мы любим друг друга, уважаем друг друга, уважаем культуру друг друга, уважаем язык, традиции друг друга. И, конечно, есть возможность, где нам посоревноваться, где выявить лучше. Это и есть спорт. В первом турнире участие приняло 8 команд. Накануне за кубок победителей сражались уже 16. Русские, адыги, белорусы, дагестанцы и представители других общин на футбольном поле не только соревнуются, но и налаживают дружеские отношения. Мы знаем, что в дальнейшем это будут хорошие взаимоотношения. Мы показываем то, что не только в 40-е годы, когда объединялись люди, несмотря на вероисповедание, национальность и возраст, победив такого врага, то в наше время тоже есть дружба между народами. Дата проведения этого турнира была выбрана неспроста. Ее пытались максимально приблизить к 9 мая. Таким образом, все игроки, вне зависимости от принадлежности к разным общинам, отдают дань уважения своим предкам. Героям, которые, сражаясь плечом к плечу, подарили мирное небо всем живущим сегодня. Этот турнир – дань уважения нашим старикам, ветеранам, которые прошли годы войны, победили для нас. Не будь их, сегодня мы не смогли бы здесь, в данный момент, находиться. Поэтому им огромная благодарность. Несмотря на дружеский настрой, соревновательную часть турнира никто не отменял. Кубок победителей завоевала команда армянской диаспоры. Второе место досталась сборная сетинской общины. Третье место у русской сборной. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.